Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. А теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Юлия Владимировна Саранова, директор фонда Твери, руководитель регионального штаба «Мы вместе». Юлия, добрый день. Марк Дмитриевич Ефременко, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Тверской области. Марк, здравствуйте. Анна Сергеевна Филиппова, региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-победы». Аня, добрый день. Добрый день. И наш постоянный участник нашей программы «Темы дня» Евгений Николаевич Калюкин, руководитель регионального исполкома общественного народного фронта. Евгений Николаевич, добрый день. Итак, уважаемые друзья, как вы уже поняли по составу наших экспертов, что сегодня будем говорить о необходимости волонтерского движения в эти непростые дни и месяцы, как для нашего региона, так и для всей России. Уважаемые друзья, можно сейчас сказать, сколько вообще у нас волонтерских организаций Верхнего Ужья? Какое-то количество их существует? Несчесть. Несчесть, то есть много. И количество этих волонтерских организаций, движения волонтеров, оно активизировалось в дни пандемии. Вот толчок был там, да? Но до этого тоже существовало, да, вот, Аня, волонтеры Победы, нет? Или это было? Волонтерское движение развивалось уже давно, и оно набирало просто обороты. А пандемия подсказала больше объединения всех волонтеров под это. Вот это можно так сказать, да. И какое-то разделение произошло в дни пандемии, да? Наоборот. То есть кто-то лекарства, кто-то за что-то конкретное отвечает? Ну, здесь получилось немножко таким вот образом, что прямая линия президента диктовала следующее, что образовалась совместно Народный фронт за Россию и волонтеры-медики, были первыми по прямой линии, работали по продуктам питания и по доставке лекарств. Далее потом уже был организован штаб, мы вместе, который возглавила Юлия Владимировна, и началось просто-напросто движение не то, что в разных направлениях, а мы дополняли друг друга, можно так сказать, все вместе. Но при этом я бы хотела заметить, что на самом деле хоть большое количество волонтеров приняло участие в этой работе, но были все-таки свои сложности. То есть мы не должны забывать, что была достаточно опасная ситуация, и не все были готовы выходить в зону риска. И поэтому в каких-то моментах мы сталкивались с недостатком людей, нам приходилось выступать с призывом, что нам необходима помощь, потому что работа развернута была во всех муниципальных образованиях Тверской области и требовала ежедневных, многочасовых просто смен. И поэтому в масштабах, конечно, этих трех месяцев, кажется, что были сделаны какие-то невероятные усилия, в том числе, потому что к волонтерскому движению присоединились люди, которые раньше, например, не были волонтерами. Но ведь волонтеры не рождаются, да, как говорится. Что двигало людьми главное? Кого вы призывали и что говорили им? Почему это надо, Юль? Ну, из нашего как бы личного опыта, да, вот общения с людьми, которые просто приходили, да, достаточно, ну, не только молодежь, да, то есть взрослые люди приходили, семьями помогали у нас там на складе, и выезжали к бабушкам, доставляли продукты. На своем транспорте? Некоторым и своем. У кого нет транспорта, были, ну, пассажирами в экипаже доставки. По-разному помогали. Кто-то помогал вещами, кто-то деньгами, да, то есть и самое большое, как бы, на наш взгляд, да, вот что мы увидели в этом, за эти три месяца. Это люди были готовы участвовать, кто чем может. И вот это чувство, да, единения, не случайно акция называется «Мы вместе», что кто чем мог, тот и помогал бороться с той ситуацией, которая сложилась. И это невероятное, на самом деле, ощущение, когда ты, там, звонишь в какую-нибудь компанию, просишь какой-нибудь штабелер, люди его пытаются как-то сами привезти, потом другие приходят, говорят, мы видели подушки для больниц, приносят подушки, кто-то приходит волонтерами. То есть вот это, да, на самом деле для нас, ну, невероятно. Я даже сейчас говорю, у меня мурашки бегут, потому что, ну, вот, редко можно увидеть, когда люди объединяются. А тут перед общей бедой, конечно, Твери, Тверская область объединены. Вот мы не зря сравниваем дни пандемии. Мы говорили неоднократно здесь, за этим круглым столом, темой дня. Приходили и главные врачи больницы, доктора ко мне сюда, и мы сравнивали эту ситуацию в чем-то с военными буднями, потому что там, как общая беда сплотила народ, да, вот, Аня, вы же непосредственно, вы волонтеры Победы, вы готовились-то совершенно к другому, да? Вы готовились к торжествам, особенно вот для нашей всей России года, 75-летия Победы. А как сложилось? И волонтеры Победы тоже внесли свою репту вот в эту борьбу с общей бедой. Да, конечно. Во-первых, у нас есть база, где все ветераны Великой Отечественной войны, мы им прозванивали, спрашивали, как у них самочувствие, потому что некоторые действительно сами боятся обратиться за помощью. И вот когда им звонишь, они говорят, типа, вот, плохо себя чувствуем, там какая-то помощь нужна, некоторые боятся выйти в магазин, тогда ребята ездили и покупали им продукты. Но боятся ведь лучше не выходить, сами же были призывы сидеть и дома, и никуда лишний раз не выходить. И вот тут как раз-таки волонтеры ездили и доставляли им продукты питания. А готовились непосредственно и к параду, и к бессмертной полке? У вас задач-то много стояло, да, перед вами? Ну, все еще впереди, надеемся, все стабилизируется и все проведем. Марк, вы объединяете студентов-медиков в вашей движении? Мы объединяем не только студентов-медиков, мы объединяем в том числе школьников, которые собираются пойти в будущую медицину, мы объединяем студентов медицинских колледжей нашей области. Наше движение довольно большое, насчитывает порядка тысячи человек, и все люди, получающие медицинское образование, либо собираются стать медиками, либо уже являются людьми с медицинское образование. Тысяча человек, это по всей области? По всей области, да. Мы объединяем в госпитале, мы помогали Калининской ЦРБ открываться, 6-й городской больнице, сейчас вот детской областной, ковидному госпиталю помогали разворачиваться. То есть это такая чисто физическая работа, да? Физическая, в том числе медицинская, по переносу лекарств, прочее оборудование медицинской установки. В дальнейшем, с 24-го числа мы открыли на базе медицинского университета такой оперативный штаб «Мы вместе», который, собственно, работал по адресным заявкам по доставке продуктов, лекарств, когда люди звонили, обращались на горячую линию федеральную. Соответственно, все эти заявки по городу Твери выполнялись нашими ребятами, студентами медицинского университета. А в районах, соответственно, местными штабами мы вместе. Сколько человек, вы говорите, порядка тысячи человек вы объединили? Это мы объединили до пандемии. До? До вы объединили? Да, это было до пандемии. Сейчас, естественно, это число сохраняется. Во время пандемии на базе медуниверситета у нас справлялись порядком 40 человек ребят, потому что мы все резко централизовали, разработали систему, и, по сути, у нас эта система работает до сих пор мобильно. И, естественно, первоочередно для нас это была защита волонтеров, их обеспечение СИЗами, их безопасность. Вы только хотели спросить относительно безопасности самих волонтеров. Безопасность была осуществлена тем, что, во-первых, обеспечивались полностью СИЗами, проводилась термометрия и опрос при приходе в штаб, так сказать, на смену свою рабочую. И волонтеры работали по графику. Неделя работы, две недели самоизоляции, чтобы не только обеспечить свое здоровье, но при этом не заразить пожилых людей. Хотя они с ними практически не контактируют, но в любом случае, если, не дай бог, волонтер был носителем вируса, две недели он находился на самоизоляции после недели работы. С пожилыми людьми общались тоже дистанционно? Передавали продукты или как-то не из рук в руки? Не из рук в руки. Все ставилось на дистанции в полтора метра. Если у пожилых было опролата наличными, потому что мы работали с деньгами, здесь приходилось так, как бы, оплачивали. Мы покупали за свой счет продукты, по тому списку, который бабушки, дедушки заказывали. Все это покупалось, мы эти продукты приносили, ставили их там, либо у двери, либо еще стул какой-нибудь бабушке уносили, табуреточку. На это ставились продукты. Бабушка смотрела на продукты, смотрела на чек, клала деньги. Соответственно, отходило на полтора метра, ребята их забирали. И, соответственно, на этом мы заканчивали вот этот контакт. А были проблемы с входом в квартиру, с открыванием дверей? Потому что мы только в этой же студии предупреждаем всегда о том, что в Твери действуют мошенники, которые возможны в том числе и под видом волонтера. Здесь в этом плане, когда наши уважаемые пожилые люди, маломобильные граждане звонили на горячую линию, им говорился номер заявки. Это индивидуальный, по сути, код, который знает только пенсионер, и видим мы волонтеры. Вот этот индивидуальный код, он являлся подтверждением личности. Дальше бабушка или дедушка могли прозвонить по номеру этой же горячей линии. И, назвав фамилию волонтера, они могли сразу же получить подтверждение, что это действительно волонтер акции. И волонтер приезжал в соответственном бейджике, в соответственной форме. И ни с кем другим спутать их было невозможно. Уважаемые друзья, мы сейчас прерываемся на несколько минут рекламной паузы. Не переключайтесь, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 300-190. Уважаемые друзья, мы в эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о волонтерском движении в Верхневожье, о том, насколько необходима помощь волонтеров в эти тревожные дни пандемии. Вот сейчас ребята рассказывали до рекламной паузы о том, как работали общественные волонтерские организации и движения. Я знаю, Евгений Николаевич, мы вместе тоже ездили с вами в больницы города. Те, которые специализировались несколько месяцев на коронавирусе, на лечение больных. Помощи ведь необходимо было много. Что привозили, какие заказы поступали, кто помогал? Вы знаете, первоначально мы не были готовы в вспышке инфекции и быстро мобилизировались. Можно сказать, нам помогали сразу же военные, пришли на помощь, так как помогли в первую очередь средствами химической защиты для больниц и те больницы, которые были перефортированы в госпиталь. Мы с вами развозили первую больницу, шестую, четвертую. Это то, что можно было обрабатывать те помещения, в которых находятся больные ковидом-19. После чего мы получали средства защиты индивидуальные. Это маски, респираторы, плащи, бахилы, очки. Очень много там перечислять это все. И также помогали больницам для проведения борьбы с коронавирусом. Привозили Народный фронт, волонтеры, медики. Впоследствии уже мы вместе. Юлия, их работа тоже была очень большая проведена в этом направлении. Они даже больше привезли, чем, можно сказать, в общей сложности мы привезли по началу. Но сейчас это все нормализовалось. И, в принципе, сейчас все больницы и госпитали обеспечены средствами индивидуальной защиты. Нормализовалось уже на государственном уровне. Совершенно верно. Первоначально-то да. Потому что я знаю, что доктора говорили, что нужно очень много. Конечно, в первую очередь люди просили соблюдать режим самоизоляции, не контактировать, находиться дома. Это был призыв. Вы помните первые недели, что, пожалуйста, помогайте нам. Мы помогаем вам, а вы-то помогите нам и себе. Потому что иначе никак. Не хватало масок, не хватало костюмов. Чум-костюмы так называемые. И вот это все, ваша помощь, конечно, здесь не отсенена. Некоторые организации даже пошли навстречу. И вот мы вручали волонтерам-медикам именно костюмы, в которых можно было находиться и заходить в помещение, а также развозить лекарственные препараты рецепторные и продукты питания тем людям, которые находились на самоизоляции дома. Это тоже мы передавали. Это были такие организации «Синтез Тверь», которая нам пошила эти костюмы бесплатно, можно сказать, безвозмездно. Спасибо им большое. Хочется сказать спасибо администрации города Тверья, администрации области, то, что помогали нам в нашем волонтерском движении, именно транспортом. Помогали нам различными... Различная помощь была также еще в питании волонтеров. Потому что это самое главное. Это был очень большой вопрос. Спасибо, я еще раз говорю, администрации города Тверья. Они очень быстро подключились на местах, в муниципальных образованиях. Так же все это происходило. Я думаю, что когда организовался центр «Мы вместе», впоследствии мы начали работать 24 марта, но центр немножко позже чуть-чуть организовался, и туда уже все волонтеры влились, не включая волонтеры, медики. Волонтерский род «Боевый образ». Там очень много было ребят, а также приходили люди, которые звонили нам на горячую линию и просили стать волонтерами. То есть, ну, все равно был отбор. Волонтеров мы каким-то образом обучали, как себя вести, как действовать. И это все вот благодаря тому, что мы все объединились. Юлия проводила там уроки, как это можно сказать, да? Как себя вести именно в той или иной ситуации. Конечно, вопрос сложности были. Люди, которые были подвержены заболеванию, подозрениям были, вот к ним, конечно, уже с волонтерами подключались мы. Уже Народный фронт, уже люди, которые, как говорится, постарше, уже ездили мы. Вообще-то это такое дело, да, когда ты идешь спасать утопающих, главное, на своем не утонуть, или когда ты идешь искать заблудившегося, ты можешь заблудиться сам, надо быть ко всему готовым. Юль, вы сами-то как к волонтерскому движению пришли? Вы чему-то учились где-то? Вот именно как вести себя, к чему вы учили других людей? У вас-то откуда эти знания и откуда это желание? Не совсем понимаю вопрос, но если говорить о моей компетентности, уже там, сколько, с 2006 года я занимаюсь сферой реализации социальных проектов и программ, с 2011 руководящую должность занимаю в некоммерческой организации. Понятно, что каждый год прохожу обучение, ну, как бы здесь понятно. А что касается обучения, о котором говорил Евгений, да, то есть это обучение волонтеров, там, основным принципом безопасности, здесь ребята, конечно, нам помогли, поделились, как бы, методиками, которые разработали волонтер-медики федеральные, и мы по этим, как бы, методикам и работали, да, то есть термометрия, средства защиты, лист учета, самочувствие, то есть это все, как бы, соблюдалось. Плюс мы подписывали договор с добровольцем, чтобы они понимали свои права, обязанности, ответственность, да, потому что они в том числе работали с персональными данными, да, то есть это такой серьезный вопрос на самом деле, и это внутренняя кухня, которая кажется, что вот, так легко, кинул клич, прибежали люди, ты им что-то отдал, все случилось. Ну да, это же надо организовать все, поставить на свои рельсы. Да, и возвращаясь к вопросу с больницами, я, пользуясь случаем, хотела бы в эфире тоже, как бы, поблагодарить наших федеральных партнеров, коллег, это фонд Геннадия и Елены Тимченко, которые в рамках сотрудничества, в рамках соглашения с нашим фондом, с фондом Твери, передали уже нам почти 200 тысяч единиц СИЗ, это очень качественные костюмы и все, вот это прочее для красной зоны, для врачей, мы смогли также поддержать все, как бы, госпитали, которые сейчас открыты, и вот резервные открылись, нам дополнительные СИЗы выделили тоже на регион, плюс по заявке от Министерства соцзащиты мы смогли во все дома престарелых передать, да, Это же тоже отдельная тема, дома престарелых, не только больницы, да, школы-интернаты те же самые. Да, вот тоже 12 учреждений на прошлой неделе у нас получили все, как бы, по всей их заявке мы смогли удовлетворить, на прошлой неделе еще библиотеки начали к нам обращаться, потому что их открыли, посетители начали идти, понятно, нужно защищать персонал, ну и чтобы это было, как бы, с соблюдением санитарных норм, поэтому в этой части мы продолжаем пока поддерживать учреждения, чтобы в нашей области, ну, как бы, мы ждем, когда начнет снижаться это, да, вот, пора была восходящая, да, заболевших, и поэтому, конечно, большое спасибо партнерам, которые поддерживали нас на протяжении этих трех месяцев. В Твери это тоже было, ну, просто десятки компаний, которые по-разному помогали, кто-то, да, кормил волонтеров, у нас там несколько было компаний, кто-то помогал машинами, кто-то, вон, штабелер пригнал, кто-то, там, выделил тоже СИЗы, то есть кто чем мог, тем помогал, и на самом деле, ну, здесь всех не перечислить, поэтому не хочется никого обидеть, но благодарность большая, мы всех вспомним, всех поименно поблагодарим обязательно лично, но это беспрецедентный проект в этой части, потому что такое количество людей, которые поддержали, ну, вот, в моей практике, хотя я вот уже почти 13 лет этим занимаюсь впервые. А, Марк, по-вашему, вот такая школа волонтерского движения, она в будущей профессии медика пригодится? Насколько она нужна? Все, любой, я считаю, студент-медик обязан по-доброму относиться к человеку. Вот эти качества, которые волонтерство развивает в человеке, это просто огромное подспорье в будущей профессии любому медицинскому работнику, среднего медицинского персонала, врача непосредственно, потому что доброе отношение к людям для медика это первоочередно, потому что через отношения с человеком можно гораздо эффективнее проводить лечение. Кстати, были такие случаи, что вот записался в добровольце, называется, и не прошел отборочный тур или школу, как показало, если друг оказался вдруг. Были такие случаи, что не может человек работать волонтером. Но работать здесь, такое слово, хотя это настоящая работа. У нас, к счастью, таких случаев не было. Таких не было, да, то есть все оказались, проверку прошли боем. Ну, у нас как бы инцидентов таких, чтобы отклонить волонтера от работы, не было, потому что люди разные бывают. Марк знает, какие бывают иногда благополучатели. Не всегда, ну, как бы, та реакция, которую мы ожидаем от них, да, там, благодарность как-то... Да, это вполне естественно, что ждете просто человеческое спасибо. Иногда, да, то есть поступают жалобы, у нас горячая линия, до сих пор региональная работа, мы принимаем обратную связь. Иногда бывают жалобы, что вот не в то время приехали, или там, вот они там, не знаю, как-то вроде позвонили, не поднялись на этаж, хотя сын сказал сам спуститься. Ну, то есть разные такие вот вещи бывают, и понятно, что мы по каждому вот такому сигналу, как бы, выясняем, смотрим, что был за волонтер. Если волонтер третий месяц у нас работает, на него только положительные были отзывы, а тут такая история, понятно, что, ну, как бы, мы понимаем, что люди разные. Ну, давайте скажем, вот, относительно нагрузки, вот, приблизительно, во сколько начинался рабочий день, и сколько приходилось в день выезжать? Сколько звонков поступало иной раз на горячей линии? Это был 12-часовой. Наш штаб работал с 9 до 9 ежедневно, и ребята работали, вот, 9 приходили в штаб, проходили необходимые, так, измерения температуры, заполнение чек-листов, собирали себе непосредственно СИЗы в дорогу, вот, забирали заявки, и где-то в 10, максимум по 11, они выезжали уже по всем аптекам города, по всем поликлиникам города, продуктовым магазинам. Порядка, самое максимальное у нас было 4 экипажа в день, вот, 4 машины, которые... И сколько обслуживали людей, объектов, как здесь посчитать? Максимум в день было, выполнялось у нас 57 заявок. 57 заявок, да, если представить себе по Твери, по Твери, или по области здесь только... Нет, это только Твери, это только Твери я затрагиваю, да. Только Твери, да? И чтобы просто понимать масштаб всего этого, здесь не просто позвонить человеку, сказать, что мы прием и прочее, здесь звонки из магазинов, согласование списка продуктов, согласование цены каждого товара, это если по продукту... То есть это все по предварительной заявке? Это предварительная заявка составляется, потом бабушки и дедушки просят, позвоните из магазина, по цене договоримся. А, то есть еще, может быть, не вся цена и устроена, да? Не вся цена, а тут, понимаете, еще вопрос, если будет куплен продукт чуточку дороже или чуточку другой, то всегда есть риск, что этот продукт останется у нас, купленный за наши же деньги и деньги нам. То есть его не будет человек приобретать, да? Да, и нам придется его у себя оставить, да. Это как социальные работники, которые постоянно ходят по адресам, они уже знают, да, что... Да, по сути, мы частично заменили их в этом плане, да. Ну, потому что далеко не все стоят на учете, у всех есть соцработники. Не у всех есть возможность попасть на этот учет. Некоторые проживают одинокие, люди не... Ну, и здесь мы еще скажем о том, что программа была 65+. То есть 65+, если человеку 65 и выше, вы обслуживали именно вот этот... Бесспорно, в любом состоянии, но также молодых людей маломобильных. Если человеку, например, 40, а он маломобильный, естественно, мы к ним тоже приезжали. То есть он не может многодетные семьи, да. Он не может. И многодетные семьи, если даже уходили. Конечно. У Марка не было многодетных. У меня многодетных семей не было, да. Если там можно, я расскажу про наш блок проекта, да. То есть так как мы занимались продуктовой помощью, как раз-таки безвозмездной. Не та история, которая с адресными заявками у Марка была. Мы занимались проектом «Продуктовая помощь» в рамках соглашения с федеральными волонтерами-медиками. Мы получили там федеральные пожертвования в адрес фонда Твери, региональные пожертвования в адрес фонда Твери закупили готовые продуктовые наборы. То есть это были базовые продукты, там рис, мука, там масло, да. Все, что необходимо, да, именно так, чтобы не выходить в магазин. И наша задача как раз-таки была обеспечить этой оперативной продуктовой помощью. Ну, в первую очередь это были пожилые люди с низким уровнем дохода, да, нуждающиеся. В нашей Тверской области, ну, как бы, таких числилось, да, когда мы стартовали, порядка 40 тысяч человек. Где список брали, что человек нуждается? Пенсионный фонд. Пенсионный фонд, да, да, да. То есть там заявка, сколько человек получает пенсию, да, сколько что? Да, у нас был, как бы, порог, это полтора прожиточных минимум, 13 тысяч рублей. Соответственно, мы с этим стартовали, со списками пенсионного фонда. В Твери обзванивали всех, в районы, соответственно, передали наборы по количеству тех людей, которых бы, ну, числились у них в районе. Ну, это, конечно, ну, просто низкий поклон в ноги нашим муниципальным кураторам, потому что они там выдержали просто, вы представляете, в какую-нибудь деревню, там, куда трактором только можно проехать, они доставляли продуктовую помощь бабушке, которая там одна в деревне уже живет, там, и все. А в деревне-то как добирались? Ну, вот, на тракторах, я вам серьезно говорю. То есть пазики и трактора, и вперед. И доставляли помощь. Вот, и потом у нас была возможность поддержать, тоже вот от фонда Геннадия и Лены Тимченко средства пришли, мы поддержали семьи, воспитывающие детей инвалидов, тоже семейными продуктовыми наборами на тот момент. И из резервов частично помогли людям с инвалидностью. У нас еще один партнер был «Дари еду» проект, тоже федеральный. До сих пор стоят, кстати, боксы в ленте и во вкусвеле. Если наши слушатели готовы участвовать, поддерживать продуктовыми пожертвованиями нуждающихся, то это можно сделать в этих супермаркетах. То есть это еще, к сожалению, актуально? Это актуально всегда, вы понимаете. Вот представляете, есть там, не знаю, мать-одиночка, да, у нее ребенок, и пособие, и сейчас нет работы, не дай бог, да, там в связи с ситуацией работала она где-нибудь, там, не знаю, вот общепит открылся, слава богу, в кинотеатре она работала, в кинотеатре до сих пор не работала, или продавцом в магазине, который закрылся в торговом центре во время пандемии. И что ей делать, да, как кормить. Вот, поэтому актуально это всегда. Да, поэтому кто готов, пожалуйста, присоединяйтесь, поддерживайте. Анечка, как ветераны пережили это, вот на ваш взгляд, вот эти непростые времена, когда отменили парад, да, отменили торжества, когда сердце рвалось, вспоминая о том, что было, и хотелось как бы общего ликования в этот день, а не получилось. Да, но ветераны расстроились, конечно, но вот совсем недавно, 30 июня, открылся мемориал в Оржеве, туда были приглашены ветераны, они, когда я смотрела сама прямой эфир, радовались, там наши тоже волонтеры присутствовали, потом уже также они приняли участие в акции «Сад памяти», пригласили президентов тоже принять участие в этой акции. Но ветераны молодцы, они пережили войну, поэтому для них, в принципе, пандемия, это, как они говорят, ну ничего страшного пройдет, войну пережили и это переживем. Вот такое отношение бы, да, всем, да, как вот здесь равняться на наших ветеранов. Если можно, я тоже историю расскажу. У нас под 9 мая вот тоже была акция «Вам родные», там закупали тоже продуктовые наборы для ветеранов, и нам звонили, давали обратную связь, я даже вот у нас запись есть этого звонка, я скидывала волонтерам, потому что, ну, до мурашек. Бабушка позвонила, говорит, вы знаете, вот ко мне такие чудесные волонтеры приехали, вот как мы в войну, вот, да, объединились и побороли этого врага, так вот я сейчас смотрю на этих молодых волонтеров, что вы вот так же объединились для того, чтобы вот с новым врагом, да, то есть вот так справиться. Поэтому такая вот связь, мне кажется, на поколение. Да, да, о чём мы говорили, чем-то даже мне сейчас на ум пришёл книга «Тимур и его команда», да, вот когда вот там дети помладше, объединились, да здесь тоже. Кстати, что показало, вот эти вот показали дни беды, что неплохая в сущности молодёжь у нас выросла, да, наверное, Евгений Николаевич, как? Так молодёжь у нас вроде бы неча. Молодого, да, которое сейчас вот пришло на помощь, которое встали в наш строй, он может сказать, что у нас растёт хорошая смена. Этих ребят можно положиться. Конечно, конечно, хорошо бы, я бы уже говорила ребятам в перерыве, что вашу бы энергию, ваша сформированная уже схема, движение целое, да в мирных целях. Я надеюсь, что это пригодится в нормальные уже дни для восстановления, да? Марк, кстати, мы говорили, что относительно того по лекарствам, ведь это же отдельная тема, лекарства, где получить медицинскую помощь, такое впечатление создавало, что всё сейчас самое главное – это коронавирус, остальное, к сожалению, это... Лекарство – это стало просто глобальным пластом нашей работы. Здесь я вот, высказывались несколько раз в студии слова благодарности, я не могу не сказать слова благодарности нашему медицинскому университету, в котором все мы учимся, волонтёры-медики, которые сейчас помогали нашему руководству, особенно Николаю Дмитриевичу Баженову, потому что мы прозвонили все поликлиники нашего города, со всеми главврачами мы договорились, что будем выстраивать схему выдачи рецептов, получения льготных медикаментов для людей, пенсионеров, малобомбильных граждан, которые находятся на самоизоляции, потому что вызов врача – это проблемно стало во время пандемии. Да, 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 к сожалению. Поход в поликлинику – это ещё более проблемным, и поэтому здесь прям этот вопрос стоял очень остро, и он, слава богу, решился буквально за три дня. То есть здесь благодарить надо в том числе и докторов поликлиника, которые тоже пошли навстречу, и аптеки те же самые, да? Здесь бесспорно всех благодарить, просто невозможно высказать все слова благодарности всем участникам, так сказать, этой выстроенной системы по выдаче льготных лекарственных препаратов во время пандемии. И, слава богу, все пациенты, всех поликлиник города Твери и районных поликлиник, все были обеспечены льготными препаратами во время пандемии на три месяца вперёд. Не просто на месяц, как ранее, а на три месяца, чтобы не посещать. Надо было составить предварительный список, ведь, да? Обзвонить каждого. Схема, так сказать, работы нашей. Здесь заявитель, бабушка, дедушка, мобильные граждане звонили на горячую линию, сообщали, что им нужно льготные лекарства в такой-то поликлинике. Дальше волонтёры уже здесь, непосредственно из Твери, звонили им, согласовывали список лекарств. Если бабушки в курсе или помнят, где находится медицинская карта, в какой поликлинике у кого наблюдается, если это помнит пациент. Если пациент этого всего не помнил, весь путь пациента проходил волонтёр. Это и стояние в очередях, и поиск в регистраторе карты, и выписывание у 6-7 специалистов рецептов, дальше отстоять очередь к специалисту, который заверяет рецепты, дальше очередь в аптеку, и это путь, так сказать, волонтёра. Поэтому иногда на заявку уходил по 3-4 часа времени, потому что там вот такая стопка рецептов, и их все надо заверить, получить. Это, конечно, нашим уважаемым пожилым людям, это очень удобно. Как теперь это выкатить-то? От такого удобства. Ну, дай Бог, конечно, от этого отвыкнуть в хорошем смысле слова, чтобы прошли это и забыли, чтобы как война никогда не повторялась, и чтобы этой беды больше никогда не было. Но надо теперь самостоятельно привыкать. Ну, здесь был огромный ещё стресс для волонтёров. Вообще, наверное, в принципе, любому человеку посещение лечебного учреждения – это небольшой стресс, потому что очередь, ожидание врача. К сожалению, это да. Но, слава Богу, во время первых двух месяцев, март и апрель, и середина мая, с поликлиниками возникало вопросов, наших волонтёров пропускали без очереди. Как бы пациентов было мало, потому что ещё была самоизоляция. Волонтёры проходили без очереди, и это было немножко быстрее. Середина мая по сегодняшний день, к сожалению, наши граждане просто не пропускают волонтёров. Это что вы? Да. И больше того, волонтёры же приходят в одежде волонтёрской, и просто люди прямо из очереди уходят домой, звонят нам и говорят, а мы видели волонтёра, получите нам лекарства. Ну, естественно, мы поможем. Да что вы? А это нас... Это прямо зафиксированные нами истории. Вот от нашей... Вы очень, Марк, подняли животрепещущую тему, как мы много лет приучали жителей нашего региона пропускать скорую помощь, да, ездили, сколько я репортажей сделала про это, когда мы приучали, что она, возможно, к кому-то из вас едет, а кому-то к вашим родственникам. Ну, что ж вы делаете, уважаемые? Что можно сказать жителям региона относительно того, что по-другому относились? Или это тоже так же воспитание должно проходить годами? Здесь показателен случай один, который произошёл буквально неделю-две назад. Наши волонтёры стояли в очереди к врачу-терапевту выписать рецепты очередной заявительницы бабушки. И молодой человек в очереди стоявший отказался их пропускать, немножко на них эмоционально выразился. Но в очереди сидело несколько бабушек, они сказали, как бы, понимаешь, эти ребята к нам ходят. Вот мы пока сидели, они нам лекарства носили, а сейчас они, может, твоей бабушке несут лекарства, а ты их пропускать не хочешь. Ну, здесь, слава богу, вот, как бы, люди... Одновременно есть те, кто не готовы, так сказать, оказать посильную помощь волонтёрам, ну, хотя бы просто пропустить. А есть люди, которые уже знают, что волонтёрское движение, волонтёры — это реальная помощь, и реально их защищают. Уважаемый, я так и хочу спросить, а что дальше? Дальше. Дальше. Это такая жизненная школа. Будет дальше оказываться какая-то помощь. И если вот сейчас вот почему-то люди нам не звонят, наверняка вопрос возникает, а актуально ли это? Ещё можно ли ещё позвонить по горячей линии и получить те же самые продуктовые наборы и лекарства? Что мы можем сказать? Ну, я могу точно сказать, что продуктовый набор в настоящее время уже нет возможности получить. То есть мы закончили приём заявок, и завтра доставим последние наборы. Ну, чтобы вы понимали, 44 тысячи коробок по области мы доставили, чтобы понять, сколько это... Мы не могли осознать никак, это сколько, да? И мы так решили для себя, ну, выстроим сейчас такую пирамиду, поймём, сколько это в протяжённости. Это дорога на Эвереста и обратно. Это наши коробочки в линию. И это, ну, как бы, большая работа, которая сейчас завершается, так как это была такая экстренная помощь для того, чтобы поддержать людей в изоляции, да, нуждающихся. Но мы сейчас ведём сбор обратной связи, мониторинг от наших благополучателей, просим их заполнить анкету, как они видят, да, в каких формах некоммерческие организации, волонтёрские движения могут участвовать, помогать для того, чтобы помочь, ну, как бы, понуждающимся выйти из этого кризиса, да, который сложился в связи с пандемией. И сейчас мы этот массив, как бы, ну, предложений соберём и будем уже, как бы, обсуждать, что можно делать дальше. И, возможно, вот вместе с ребятами встретимся, пообсуждаем, какие мы можем запустить, ну, более, более такие устойчивые программы. Потому что, ну, понятно, что мы продукты отвезли, их съели и всё, да. То есть, а нам нужно подумать над какими-то механизмами, которые будут устойчиво помогать, да. То есть, может быть, это будет какая-то программа, там, не знаю, временная занятость, или, может быть, это будет какая-то система, да, то есть, там, не знаю, сопровождение. То есть, надо об этом обсуждать. И вот это обсуждение мы ещё, ну, как бы, не знаю, даже мы внутри команды ещё не проводили. Поэтому, я думаю, как предложение как раз-таки к коллегам встретиться сейчас в июле, да, и обсудить, какие мы можем предпринять совместные шаги в улучшении гражданского общества. Ну, я думаю, да. Раз мы... Да, сейчас мы так поднимаем. Раз мы так поднимаем. Да, Илья Николаевич. А по волонтёрству, уважаемые друзья, предполагает безвозмездность, что было с работой, с учёбой людей, которые помогали другим, ведь это же тоже им на что-то надо жить. У нас, например, вот наши волонтёры, все являются студентами медицинского университета. Здесь опять огромное спасибо. Штаб был открыт на базе вуза, продуктами, питаниями, едой, так сказать, нас обеспечивали администрацию области, там, помогли различные предприниматели нашей Тверской области, ну, чтобы кормить ребят, потому что находиться 12 часов на ногах без еды, это, конечно, большая проблема. Поэтому здесь, как бы, вопрос, вот, почти всё время они находились в вузе, за исключением вот двух недель самоизоляции, на которые они уходили. В плане обучения, оно было дистанционным, и здесь, опять же, спасибо вузу, был издан приказ, что волонтёрам и ребятам, которые работают у нас в ковид, было разрешено заниматься асинхронно. Не во время, там, допустим, с 9 до 12 надо сидеть на занятиях, а в то время, когда они свободны от волонтёрской деятельности, либо работы в ковид. Но не пострадало качество обучения. Качество обучения не пострадало ненасколько. Сессия была такой же тяжёлой, как и в очное время, поэтому... И вот послабление волонтёрам не было. У медиков, мне кажется, в это время послаблений не могло даже случиться, потому что это то время, когда, наверное, каждый понял, что без врачей, к сожалению, никак. Анечка, впереди ещё бессмертный полк у нас, да, вот мы сейчас сказали об открытии великого монумента. Да, открытие, конечно, видели несколько помасштабнее и по-другому, да, но, тем не менее, было приковано внимание всей страны, и сейчас, я знаю, туда приезжают целыми делегациями. Это уже как родина мать у нас на Тверской земле. Какая сейчас перед Вами основная задача? Опять же-таки, год 75-летия Победы не закончился. Ну, как раз буквально на той неделе начали набор волонтёров на бессмертный полк. То есть, планируем, что всё-таки всё пройдёт, как обычно. Конечно, количество в этом году будет поменьше, дистанция тоже чуть-чуть сократится, а так, если есть желающие, которые тоже хотят принять участие, помочь в организации, всех ждём. То есть, это Вы сейчас набираете людей, бессмертный полк пройдёт по центральной улице Твери, да? И потом ещё какие-то, вот, то есть, адресная помощь ветеранам, она будет продолжаться и после 2020 года. Да, конечно, протяжении всего года. Пока все ветераны живы, с каждым будем общаться, каждому помогать. Немного, наверное, да, уже, к сожалению, осталось ветеранов, каждый на вес золота, да? Ну, по всей Тверской области это 616 человек. По Тверской области? Да, это участники инвалидов. То есть, у Вас волонтеры по всей области, да? Ну, не во всех муниципалитетах. И не все, к сожалению, большинство, наверное, уже не могут самостоятельно передвигаться. Да. Да? Ну, возраст всё-таки. Да, конечно. Евгений Николаевич, у Вас в планах, я знаю, что Вы ездили на открытие мемориала, как были, присутствовали, и что, какие планы впереди до конца года? Да, Вы знаете, мы ездили как раз 30-го числа на открытие, когда там был президент Российской Федерации, президент Белоруссии Лукашенко. Они открыли данные памятника, теперь доступ для того, чтобы посмотреть памятник и побывать в музее, открыт для всех. Вот мы сейчас уже это обсуждали, что сейчас там очень много народу, то есть все хотят, в первую очередь, быть первыми, наверное, посмотреть в ближайшее время. Ну, народу там очень много. По линии юнормии мы сейчас планируем именно поездки ребят к данному памятнику, для того, чтобы в дальнейшем так же развиваться патриотизм и всё остальное. Все мероприятия, которые были запланированы согласно нашего плана, будут осуществлены, будут сделаны, только все сроки просто немножко передвинуты. Сейчас мы будем решать вопрос о создании таких вот поездок в Москву, так как там открылся тоже храм Медсерства Вороны, вы это знаете, на Кубинке, да? Ну, о чём мы говорили, тоже за этим кругом. Вот, и все ребята посетят данные экскурсии, те, которые будут сейчас активно участвовать в развитии юнормейского движения. Спасибо, опять-таки, нашему правительству, губернатору, который выделил денежные средства на приобретение формы для юнормейцев. Вот сейчас 2000 комплектов будут прозваны на муниципальное образование. То есть юнормейское движение набирает обороты, мы будем участвовать и в бессмертном полку, и если 3 сентября будет проходить парад, не будет проходить парад, у нас... Ну, посмотрим, сейчас что-либо говорить рано, к сожалению, все не от нас зависит. Вот, ребята на дистанционке были, мы очень сильно общались, и здесь уже тоже в этой студии мы говорили, да, что проводили с ними и занятия, и спортивные состязания, и всё было. Ну, как говорится, на удалении друг от друга, так как нельзя было собираться, мы в своём предприятии пока ещё до сих пор запрещены. Вот, мы знаем, что у нас только сейчас ещё кинотеатры запрещены, да, и с нами массовые мероприятия. А так, в принципе, сейчас мы выходим из этой кризисной ситуации, можно так сказать, да, и ребята уже начинают общаться, и мы сейчас двигаемся вперёд. Телефон. Кстати, телефоны горячей линии. Звонок. А звонок у нас, да, есть? Уважаемые, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр Анатольевич беспокойный. Я хочу поднять вопрос, вот, прохождение медицинских осмотров и наших детей. Вот у нас у ребёнка, у нашего, да, в школе учится, температура держится три недели, да. На прошлой неделе сдавали анализы, но анализы потеряли, и вот сегодня приняли решение госпитализации. А у ребёнка ЕГЭ, понимаете? То есть сейчас куча бумажек собираем от переносия экзаменов, вот. То есть вот без волонтёров обходимся, но, к сожалению, вот как-то у нас не складываются отношения вот с медицинским учреждением, поликлиникой номер два детской. Потому что, ну как, три недели у ребёнка температуру держат скачкообразно, один экзамен он успел сдать, температуру, слава богу, у него не было, а сейчас у него температура и давление, и вот результат такой, Мы поняли, относительно нашим гостям, как вы считаете, Александр Тольщин, необходима в эти дни помощь волонтёрское движение? Вы знаете, да, при той организации нашей медицины просто нашим пожилым людям не обойтись без их помощи. Это очень нужная вещь, потому что мы-то, слава богу, ещё как-то бегаем, родители ещё не совсем старые, скажем так, вот. А пожилым людям, конечно же, нужна помощь, тем более, что вот так организована у нас сейчас медицина, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Всё, спасибо, Масполь, Александр Анатольевич. Наша программа, к сожалению, подходит к концу. Что мы здесь можем ответить? Конечно, мы не идеальны. И было бы всё идеально устроено, не нужна была и помощь волонтёров, и та помощь, которую мы, да, Жене, привозили, и одежду, и средства индивидуальной защиты. Конечно, ещё многое, что нужно изменить в стране, что вы можете сказать. Но, тем не менее, вот, я думаю, что большинство с нами согласится, что волонтёры сейчас не... Это опыт. Да. Я знаю, Юля, что в иные дни телефон горячей линии даже вынужден был отказываться работать, потому что был перегруз. Да, очень большое количество звонков. У нас больше 50 тысяч звонков поступило за эти три месяца. Ну, это, да, это просто какие-то цифры, которых мы, конечно же, ну, мы ждали, что будет много звонков, но в некоторые дни мы могли принять только, не знаю, там, 10% от всего, что, как бы, валилось на линию, потому что люди... И не всегда понятно, как, да, то есть вот иногда мы ждали, что вот, звоните нам, у нас есть помощь, да, то есть вы выпускали там материалы в СМИ, как-то кидали клич, и, ну, так, звонили люди. А потом вдруг откуда-то появлялась просто большой поток, мы, конечно, не всегда справлялись. Но никто не был готов. Кто-то учился разворачивать штабы в пандемию, мне кажется, никто в мире не учился это делать. Ой, уважаемые друзья, к сожалению, во время Великой Отечественной войны тоже народ предполагал жить в мире. Всё, всё когда-то бывает в первый раз. Вам нужна сейчас помощь в людях? Что необходимо сейчас вам? Что? Ой, можно я скажу? Быстрее, быстрее. Не людей, не людей. Детская областная, да, открыла резервный госпиталь. Мы на этой неделе уже отвозим. У них есть потребность в подушках, одеялах и постельном белье. Поэтому, если кто-то готов, как бы, поддержать, можете передать к нам на склад, да, то есть фонд Твери, Победа-14. Мы также довезём в госпиталь, если вдруг кто-то готов поучаствовать. А так мы туда вот отвозим на этой неделе и готовы, если что, передать. А, Анечка, телефон или на сайт к вам выходить, как к вам, волонтёры Победы, обращаться? На сайт, да, это волонтёры Победы.рф. Запомнили, да, уважаемые друзья, впереди бессмертный полк. Марк, вам буквально три секунды, что добавить можете? Добавить могу, если кто-то захочет стать волонтёром-медиком, не имея медицинское образование или имея, потому что волонтёром-медиком может стать каждый, заходить на сайт волонтёрымедики.рф. А также относиться по-доброму к нашим врачам. И Евгений Николаевич завершает, как старший. Я хочу сказать, берегите своё здоровье. Хотя мы говорим о том, что мы сейчас уже выходим из этой пандемии. Но всё равно берегите своё здоровье. Это самое главное. Берегите своих родных. Спасибо вам, уважаемый бюджет. Огромное спасибо вам за работу. Вы делаете великое дело. И спасибо от всех тех, кому вы помогли. До свидания. Будьте, пожалуйста, здоровы. До свидания, друзья.